Сусветный день театра святкует с 1961 года. До его традиции промеркованы премьеры, фестивали и выставы. Про то, как сегодня работают и развиваются театры Гомельской области. И чем тут готовы сдевлять глядача. Репортаж Вероники Ворошилиной. Сегодня в Гомельской области работают четыре державные театральные установки. Найстарейший является областный драматичный театр. Творчую труппу заслуженного коллектива Республики Беларусь складают признанные мастеры сцены. Народные заслуженные артисты краины, а так само молодые талиновитые актеры, які поспехово пераймают в опыт своих старейших коллег. На базе установы традицина проходит международный фестиваль театрального мастерства «Славянские театральные состречи». Насыщенной з'является и гастрольная деяность. С 19 по 21-го красавика Аболдрамтеатр проведе обменные гастроли с Орловским державным театром для детей и молодых свободная простора. 22-го красавика на его сцене будут блескать московские зорки театра и кино, спектакли «Ирония каханья» и интимная комедия. Ближайший премьерный спектакль «Ваша сестра и полонница» в выконании творчих, працавитых и натхнённой своей профессийной справой артистов Аболдрамтеатра отбудется 30-го саковика. На сцене разгорнется мистичная детективная история, любовь и ненависти, пристойности и уседозволенности, человеческие одиноты и здрады, якая закликает задуматься над житёвыми каштовностями и адвежным пытанием, у чим заключается счастье. Спектакли, які ставятся у Гомельским областным драматичным театры, зауседы, користаются популярностью у Жихаров и гостей города над Сожем. Каждый, кто приходит в драматический театр, от годовалого ребёнка до седовласого старика получают удовольствие. Это очень важно. Сегодня на сцене нашего театра не только комедии. Вы можете увидеть и мистический детектив, размышления лирические, многогранные спектакли по современной драматургии, но мы, конечно, не забываем классику. Бадай самым привабным с театральных будинком для юных же хоров региона з'являются Гомельский державный театр «Лялик». Левогоходу на ведольников сустракают фигуры казочных персонажов, что одразу створяет ответный настрой. Але при этом дети з'являются и самыми потребовальными театральными крытиками. Заслужить их увагу и щиру усмешку с шасом на вот соправдным майстрам сцены бывает непросто. Менавито тому у Гомельским державным театры «Лялик» до выбора репертуару подыходит вельми отказно. Кожную будущую постановку сторона анализует и адаптует под взрослую аудиторию. В ближайший час юных глядашов чекают премьерные спектакли «Казка про маленькую бабулю» и «Недитяшые гульни». Так само все это запланованы постановки «Чаралник из Умрудного города» и «Маленький Николя, або видовочная и верогодная». Гомельский державный театр «Лялик» это великая интерактивная пляцовка, где дети могут не только у вашей со сцены цикавые и познавальные истории, али проявить себе творче. Мы проводим утренники, посвященные Международному дню театра. Награждаем ребят, которые делали подделки, рисунки рисовали. Приглашаем их, естественно, на спектакль. Насчет интерактивности. Многие спектакли у нас интерактивные, потому что особенно маленьким детям им необходимы спектакли, игры, в которых они активно участвуют. Есть на Гомельшине театр, яке отказываю густу молодежной публике. Лятостью назначил свое 25-годие в Гомельске городский молодежный театр. За годы деяностей он робил вставку на интеллектуальную, сучастную российскую и замежную драматургию. Тут ставились акомеды, мелодрамы, психологичные пьесы, каски для детей. Многие спектакли носили экспериментальный характер. Зараз особливая увага у формирования репертуара Гомельского городского молодежного театра надается, саправдой, якосной, сучастной, цикавой и вострой, айчинной и замежной драматургией. Она промышае глядача задуматься над житцевыми пытаниями, проблемами и справами, подключить до успримания розум, пачути и эмоции. В середопошних наибольшь запотребованных творчих проектов все летний премьерный спектакль «Лятели Орели». Дай лох разважаний про то, до чого може привести свет иллюзий и як разобраться у своих внутренних суперечностях. А так само леташняя премьера «Психологичный триллер-метод», який пропоную глядачам стать светками эксперименту и убажить, які моральные принципы сдольны переступить человек деля поспеховой карьеры. До речи, минавитос, в этом спектакле артисты молодежного театра на минулом тыдне примали удел у Международном молодежном театральном форуме «Март-Контакт-2018», який проходил у Могилёве. Участие в фестивале для нас стало очень важным и ценным, потому что, во-первых, мы очередной раз увидели очень высокий интерес зрителей к нашей работе. В зале был полный аншлаг, что называется. Мнение профессионального жюри критиков для нас, разумеется, было очень ценно, поскольку оно помогает нам увидеть себя со стороны уже профессиональными глазами. Лиричные, музычные комедии, спектакли для детей, постановки на военную тематику складают репертуар Мазырского драматичного театра «Имя Мележа». Свою властную историю сучасный коллектив, ведь с 1990 года колеба устворенный театр. Межтым, первый драматичный гурток у Мазыры з'явился еще в 1913-м. По доброй традиции, свое профессийное свято артисты Мазырского драматичного театра «Имя Мележа» с устрелем премьерой «Комедии, хто смеется опошним». У целом на Гомельшине что год з'является широк текавых и талиновитых актерских работ. Их высоко оценивают жихары близкого и далекого замежа и они притягивают ледошоу разных поколений и поглядов. Театры регионы отримают высокую профессийную планку и отыгрывают важную роль в духовно-моральном и культурном развитии нации.